Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВА» представляют программу «Особое мнение». Наша благоспасаемая страна, от которой, видимо, Бог отвернулся уже окончательно, предоставив ее Путину и сатане, что, в принципе, синонимично, она не заработала себе никакие праздники. И вот у нас год дракона наступает. Удачный для Путина, он говорил. Да, не знаю, удачный ли он будет для Путина, что считать удачей. Но если считать 12-летний срок удачей, то это он, кажется, получит. От дракона до дракона. Да. А вот у Бальмонта есть стихотворение о китайцах, о драконах, о китайской живописи. Я там нашла очень подходящие для нас вещи. Ну, вообще, очень красивое стихотворение. Ну, есть там такая строчка «Люблю однообразную мечту в творениях художников Китая». Ну, дальше все про вышивки, про цвета, про солнце, про символ весны. Ну, кончается это совсем плохо. Но более, чем это все у них, люблю пробел лирического зноя. Люблю пастичь сквозь легкий нежный стих безмерное отчаяние покоя. То есть, вот эта застывшая реальность Китая, вот как она застыла еще 5000 лет назад, так она с тех пор не разморозилась, благодаря коммунистической партии Китая, которые, в общем-то, такие же конфуцианцы, как и предшествующие монахи и монархи. Вот она нас ожидает. Вот это безмерное отчаяние покоя еще на 12 лет, оно на нас надвигается. И никто в этом не виноват, кроме нас самих. И остается очень мало времени, чтобы что-то изменить. Кстати, мне приснился Путин. Я уже его по ночам вижу. Я удивляюсь, россияне как бы ели салат оливье. Я, Путин у них из тарелки не выпрыгивал и говорил, вот он я. Мне кажется, он уже и там. И он сидел и сокрушался. Путин говорит, ничего не могу понять, чего от меня хотят. Ну, он, собственно, это и озвучил. Какие требования? Ничего не понимаю. Там налево зеленые, направо красные, коричневые, либералы. Это он отчасти лукавит. Требование, чтобы он убрался куда-нибудь подальше, оно было очень четкое. И на этом сошлись все даже темные силы. На что он вам ответит? Будут выборы, сделайте как хотите. Дело в том, что здесь уже виноваты организаторы митинга КНР. Касьянов, Немцов и Рыжков. Как вы их только не песочите. Называйте их и киевскими. Они несут ответственность. Не Борис Жакунин, который старается, как может, мерзнет там у шапки-ушанки. Говорит хорошие слова про демократию. Не Леонид Парфенов и не Витя Шендерович виноват. Виноваты те, кто профессионально занимается политикой. Они там развели не Блох в Светле, лучше Блох развели. Они развели фашистов и коммунистов. Так вот, изолюция митинга должна была четко нести в себе, чтобы Путин не говорил, что он не понял. Вот эти слова. Отставка Путина, немедленная. Снятие Путина с выборов. Отставка Медведева. Роспуск Госдумы. Вся власть временному правительству. И за временное правительство не надо голосовать в интернете. Надо назвать заранее людей, еще живых, из гайдаровской команды. И, конечно, честную художественную интеллигенцию с правыми взглядами, на которые можно было бы в этот момент оставить страну. Положим, этого бы не случилось. Но это были бы четко артикулированные требования. И, по крайней мере, такую оппозицию стала бы рассматривать с интересом страна и пробовать ее так на ощупь, на вкус. И Запад, потому что сейчас Западу-то и рассматривать нечего. Кто пожалеет оппозицию, которая состоит наполовину там из коммунистов и с фашистов. Позвольте, вы говорите о политиках, которые бы стали временным правительством, и это люди гайдаровского правительства. Я говорю о Чубайсе, о Нечаеве, Андрее, о Кудрине, еще такой Альфред Рингольдович Кох. Мы бы туда запустили честного Бориса Акунина, Виктора Шендеровича. Чубайса не было на митинге? И не надо ему было быть. Меня тоже там не было. На этом митинге вообще приличному человеку было не место. Учитывая то, что происходило на эстраде. Этот фарс, этот цирк и эта порнография, простите. С Тором, с Навальным, с Левым фронтом, черт знает с кем. Но эти люди тоже вышли в своем праве против того, против нечестного Бориса. Пусть выходят, куда хотят. В Москве много площадей. Не надо их прижимать к груди. Вот, слава богу, сейчас Удальцов выходит из тюрьмы. Завтра. Наконец-то. Его и сажать не надо было, не за что его было сажать. Я за то, чтобы его из денег, оставшихся от митинга у организаторов, отправили в хороший санаторий подкормиться. Но в политике ему делать нечего. Левый фронт это крайне опасная организация. Вот люди смотрят на количество арестов, а надо в программу смотреть. То есть, не граждане должны определять, а Валерия Новодворская. Граждане должны уметь читать программы. В программе Левого фронта однозначное введение карточной системы, потому что они там опять собираются на ключик запереть цены и запретить их рыночно поднимать и опускать. Мы продолжим об этом. Пересмотр результатов приватизации. Мы продолжим через минуту, если позволите, о программе Левого фронта с Валерией Новодворской. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Добрый вечер. 19 часов 16 минут российской столицы. Мы продолжаем программу «Особое мнение» с журналистом Валерией Новодворской. Валерия Ильинична, что делать в России с теми людьми, которые придерживаются не таких взглядов, как у вас? Мои взгляды соответствуют декларации прав человека, российской конституции и пакту о гражданских и политических правах. Никакие разновидности тоталитаризма, ни коммунизм, ни фашизм, они не входят в круг этих документов. То есть те граждане, которые имеют подобные взгляды, они или идиоты, и в политике им делать нечего, или они злонамерены и хотят опять все поделить. То есть принадлежат негласно к партии бандитов и разбойников. Что им делать? А почему не вы употребляете жуликов и воров? Жулики и воры – это у нас единая Россия по определению. Жулики и воры – это, конечно, очень плохо, но если не контролировать, то жулики и воры найдутся везде. Даже и на Белославенном Западе. У нас просто одна сила считает, что она вправе украсть все и не дает украсть никому другому. Ну вот и жирик тоже бедный остается без куска хлеба. Коммунисты, которых отстранили от кормушки, выхухали – это вопрос во многом условный. Если бы у нас государство не оставалось авторитарным и полутоталитарным, если бы у нас была реальная рыночная экономика, то украсть можно было бы гораздо меньше, потому что крадут там, где все решает государство, где все решает чиновник, где «Газпром» – это государственная мощь, и этот «Газпром» решает за всех и все. Где чиновники могут запретить, могут разрешить, где все в руках гаишников, чиновников, где нет этой свободы, этого воздуха, который все-таки присутствует на Западе. Трудно украсть частному собственнику самого себя. Хотя, если поверить нашему басманному правосудию, то несчастный Ходорковский, получается, саму себя нефть украл. Но мы с вами говорили о левой программе, и почему я в прошлый вторник, в прошлой программе сказала, что у Дальцов, конечно, человек сильный, человек смелый, человек стойкий, но он наш враг. Там ведь еще и кроме присмотра результатов приватизации и установления очень хороших отношений с тоталитарными государствами левого толка, типа, я думаю, Северной Кореи и Кубы, таких уже мало осталось на земле, там очень нехорошие вещи по поводу частной собственности граждан, которая оказывается вообще-то нелегитимной. Потому что если у вас есть квартира, одна, вы в ней живете, а другие вы сдаете, то получается, что вы уже преступный элемент. Мы это проходили в 2017 году. Уплотнение, подселение. Сначала отменяем крупный бизнес, возим налоги там сначала 50%, потом 75%, потом уже и середняки оказываются лишними в этом раскладе. А потом у нас только что было доказательство. Когда кто-то из этих единороссов, видно, отлучился от партийной дисциплины и предложил похоронить Ленина, кто подал на него в прокуратуру? Никто иной, как Удальцов со своим левым фронтом. За одно предложение похоронить Ленина он потребовал, чтобы возбудили уголовное дело. Можно себе представить, что будет, когда Удальцов и его левая компания, Японамарев, который был одним из организаторов митинга, окажется у власти. Вот сейчас у нас шествие, кажется, намечено 4 февраля, опять в том же составе. Оно приурочено к одной из годовщин шествий, митингов 20-летней давности, когда отменяли более чем 20-летней 6-ю статью Конституции, по которой КПСС имела право придушить всех, приоритетная власть. Да, сейчас это единая Россия. Но как можно устраивать подобные шествия с коммунистами и с фашистами, которые вообще отрицали многопартийную систему, у которых тогда вырывали из зубов эту 6-ю статью? Валерия Ильинична, вы можете себе, как журналист, позволить такую бескомпромиссность и такую стойкость в отношении своих принципов, но если бы политики и общественные деятели были настолько бескомпромиссны, каждый бы жил в крепости собственного духа, и никакого общественного объединения не могло быть в принципе. Бескомпромиссность – это честность. Бескомпромиссность, честь и благородство – это обязанность того, кто берется за столь запущенную страну, больную страну. Здесь должна быть какая-то политическая клятва Гиппократа, и здесь не надо думать о том, как ты и кем ты выглядишь, сколько голосов ты наберешь. Иначе ты не политик, а политикан. Консерваторы и демократы в Америке имеют очень острые точки расхождения во взглядах. Они консерваторы, они республиканцы. И тем не менее они вместе вынуждены управлять страной и находить эти компромиссы. У них не такие уж расхождения. Они на самом деле минимальны. Республиканцы всегда выступали за более низкие налоги, меньше социалки. Но у них нет никаких расхождений по поводу американской конституции, великолепнейшей, лучшей конституции в мире, и по отношению к безопасности Америки. И в Конгрессе США никто никогда не видел ни одного коммуниста. И для этого иллюстрации не потребовалось. Там просто за это никто не проголосует. На самом деле закон меняющихся коалиций, который управляет англосаксонской системой, не континентальной, он очень хорошо работает. Потому что есть правые демократы, там есть более левые республиканцы. По каждому отдельному закону надо набирать в Сенате и Конгрессе большинство. Реальный федерализм, когда Штаты очень автономны. Президент как арбитр, чтобы жизнь медом не казалась, у него нет абсолютной власти. Также и в Британии тори, консерваторы и лейбористы. Очень тонкий баланс, а в основе Великая Хартия Вольностей 1215 года. Позавидовать можно. Там тоже коммунисты давно уже не показываются на поверхности. Газета «Монинстар» перестала выходить, когда Советский Союз перестал ее финансировать. Так же, как «Дели Вод» США. На континенте немного другое положение. Италия, Испания, Франция. Так ведь они сейчас находятся в кризисе. Их и зоны евро, возможно, будут отчислять. Одно к одному. Конечно, нам до этого далеко. Нам нужен запрет коммунистической и фашистской деятельности. И заодно единороссовской. Иллюстрации должны ведь и их теперь коснуться. А кого иллюстрировать? Полстраны иллюстрировать? Ну, я не думаю, что полстраны. В нашей стране люди просто живут. Есть такие. Детей выращивают, работают. Насаждают свой сад. А запрет деятельности нужен для зверских партий. Для фашистских, для коммунистических. Они просто не пойдут на выборы. И граждане будут голосовать за безопасные варианты. У нас в Конституции это записано. 17-я статья, 5-й параграф. Запрет деятельности, направленной на разжигание межнациональной и классовой розни. На то и писалась эта Конституция. Перильца, страховочка и свободные выборы. А иначе какие свободные выборы могут быть, если в результате этих свободных выборов победят коммунисты или фашисты? Кому это нужно? Значит, мы должны честно сказать, мы идем на Крымский мост, призываем всех с него прыгать в эту холодную воду. И будь что будет, это несерьезно, это безответственно. Митинг февральский, когда-то 94 года назад, продолжался 8 месяцев. Нечта нашим, там, не 8 часов, а 8 месяцев. А закончилось все 70 с лишним годами тоталитаризма. И чтобы сейчас это не случилось, господин Навальный должен трижды подумать, прежде чем говорить о том, что ладно, Ходорковского выпустим, он уже посидел по первому делу. А Дерипаску, Абрамовича, кто еще не посидел, тех посадить надо за неуплату налогов. И вообще, говорить хорошо о Зюганове, там, дорогой товарищ Зюганов. Дело закончится 4 марта, тем, боюсь быть пророком, но тем, что Путин выйдет во второй тур с Зюгановым. Вот это будет выбор для несчастной страны. Для того, чтобы избежать такого варианта, вот несчастный Константин Боровой уже сообщество создал, то ли в Твиттере, то ли в Твиттере, я в этом не разбираюсь, против участия в митингах фашистов, нацистов, националистов. Я к нему присоединилась. Еще оно надо создать против участия коммунистов и всех прочих. Потому что нормальные, разумеется, иллюстрации должны предполагать, что силы, которые находятся вне рода человеческого, то есть коммунисты и фашисты, на выборы не ходят. А Единая Россия заслужила иллюстрации за то, что она устроила за эти последние 10 лет. Ну и голосуйте, все на здоровье. Вот у вас будет налево яблоко, ну, может быть, будет Миронов со своими выкухолями, потом будет парнас. Предложите, пожалуйста, рабочий вариант для того, чтобы Путин, вот вы не хотите, чтобы он был президентом в следующие 12 лет. Вот ваш вариант, чтобы он не был, чтобы это было реалистично. Можно попробовать провести несколько хороших, однозначных митингов без коммунистов и фашистов с нормальными требованиями, чтобы Путин не баллотировался, чтобы перед выборами, которые, конечно, надо отодвинуть, были зарегистрированы демократические партии. Хотя то у нас ни республиканскую не зарегистрировали, вопреки мнениям международных инстанций, ни парнас не зарегистрировали, чтобы был отменен немедленно этот сбор подписей, чтобы был залог, как везде на Западе, хочешь баллотироваться в президенты, вноси миллион долларов. Это отменять должна власть таким образом? То есть вы перекладываете решение на власть? Нет, власть должна безоговорочно уйти. Митинг должен требовать, чтобы Путин и Медведев ушли в отставку, Дума была распущена. Это тем вероятнее случится, чем больше людей придет на митинг. Людей придет больше, потому что придут те люди, которые, как я, увидев состав, остались дома. Лишние 20 тысяч придут, когда увидят, что на эстраде стоят Акунин, Шендерович, Касьянов, Немцов, Рыжков, Лея Хиджакова, ну пусть даже Ксения Собчак стоит, она красивая. Но нет ни Тора, ни Навального, ни Левого фронта, ничего такого. Не, кстати, выхухолей, которые орут, что власть нелегитимна, что Дума нелегитимна, однако мандаты свои не сдают, держатся обеими руками. За эти мандаты ни коммунистов, ни фашистов придут еще 24 тысяч человек. Будет огромный честный митинг. У нас 500 тысяч в конце 80-х выходили на Манежную, когда надо было валить коммунистов. Валерия Новодворская, особое мнение, мы вернемся. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Это программа «Особое мнение», мы вновь в студии, меня зовут Тони Самсонова, я сегодня беседую с журналистом Валерией Новодворской, Валерией Ильиничной. Из первых полчасов программы я поняла, все плохие. Плохой Путин, плохая Единая Россия, плохие все лидеры оппозиции, плохие. И те, кто пришел на митинг, либо изиоты, либо непрофессионалы. Сколько они безответственные и непрофессионалы. И делать что? Все вокруг плохие. Потому что мы имеем просто пик такой, формулу безответственности со стороны одного бывшего члена ДВР и СПС, и даже деятеля еврейского конгресса, который сказал в планету онлайн, новое такое из телевидения, тоже Константин Боровой ведет интернетовское телевидение, что я готов объединиться с Гитлером, только бы избавиться от Путина. Дальше уже некуда идти. То есть еще 6 миллионов евреев в печи, еще 40 миллионов погибших. У нас вот такая Россия, у нее вот такие люди делают, что... Когда люди говорят такие глупости, им вообще близко нельзя к политике подходить. Кто должен подойти? Все вокруг идиоты и плохие. У нас есть возможность сорвать президентские выборы. Как? С участием Путина они абсолютно нелегитимны. Если Путин лезет на выборы, то значит надо обращаться к людям. У нас где избирательные участки? В основном в школах, да? Так пусть не оскверняют место, где учатся детишки. Пусть преподаватели откажутся работать на этих выборах. Директор, ладно, не откажется. Он государственный чиновник. Вот пусть один там и сидит. Если учителя все откажутся, с учителями ничего не сделаешь. Кого они будут? Иностранных гувернеров приглашать, детишек учить. Выборы будут сорваны. Надо обратиться к людям. Если Путин идет на выборы, этих выборов быть не должно. А если эти учителя поддерживают Путина? Добровольно? Да, добровольно. Все учителя поддерживают Путина добровольно. Не верю. Ну, не все, но, например, 30% учителей выбора у вас состоялись. А часть медработников? Учителя, допустим, 70% отказались, но мы медработников позвали. Медработники тоже не очень поддерживают Путина. Сейчас, чтобы силовиков задобрить в скорой помощи, знаю из первых рук, просто понизили тем, кто едет по вызовам, фельдшеру, санитарам, врачу, зарплату понизили. Я надеюсь, что эта скорая помощь, когда поедет к Путину и Медведеву, она будет и работать соответственно. То есть это ваша самая реалистичная стратегия, и вы ее предлагаете? И бойкотировать президентские выборы. Каждый голос, поданный за Прохорова и Явлинского, сподвижников Путина, пособников, которые участвуют сознательно во всем этом, и не бесплатно, ну, Прохоров свои деньги, но он хочет их сохранить. Иначе их на выборы бы не пустили. Как не пустили Касьянова, помните, во прошлых выборах такое было. Каждый голос, поданный за них, будет прибавлять легитимности Путину. А подождите, вы сказали, что Явлинский за деньги участвует в выборах? Вы не в курсе, что его партии Помойной дали финансирование за эти три? Как из государственной казны, так полагается. Набрал 3%, те дают финансирование. И чем занимался у нас Григорий Алексеевич всю парламентскую кампанию? Ругал Ельцина, Гайдара, там лихие 90-е. Про Путина ни слова не сказал. Если вы думаете, что Прохов настоящий, Прохоров, а не резиновый, резиновую резину купили в магазине, в корзине принесли, поспрашивайте у него про Путина. И послушайте, что он про них скажет. Про Путина, про единую Россию. Если будет говорить то же самое хотя бы, как я, ну не резче, резче я не требую. Я скромный журналист, мне что? А Прохоров выпустил свою программу. У него там слева на черном фоне плохой Путин и его политика. Да, вот посмотрим, если он будет говорить такие вещи. Он это выпустил как свою предвыборную программу. А если вы еще не решили, настоящий он или... Ну, у меня есть сведения, что если бы он был настоящим, Путин бы его в эту программу не запустил. А чем он рискует? Путин ничем не рискует с настоящим программом? А чем он рисковал, когда Касьянова не пустили на выборы? А чем он рисковал, когда Парнас и Республиканскую партию отказались регистрировать? Они что, взяли бы столько голосов, что лишили бы куска хлеба с икрой Единую Россию? Не верю. Но они поняли, поняли, что не пускают. Путин настоящие, настоящие, на выборы неподконтрольные, неуправляемые, не пускают. То есть выборы надо бойкотировать. И уж, конечно, не делать то, к чему призвали умные организаторы митинга. Как перед парламентскими выборами? Голосуйте за всех, кроме Единой России. Ни одного голоса Путину, а кому? Зюганову и Жириновскому отдавать голоса. Ну, тогда получим второй тур. Путин выйдет с Зюгановым. Догадайтесь, за кого проголосуют обыватели, которые хотят на завтра увидеть там открытые магазины и открытые границы и бизнес. За кого они проголосуют? Они проголосуют за Путина, а те, которые проголосуют за Зюганова, даже если их большинство найдется, даже если предположить, что Путин ничего не сделает, это все равно будет Содом и Гамора. Это ловушка, это мышеловка. Эти выборы, это мышеловка. И от нас дожидаются, чтобы мы, как мышка, в эту мышеловку пошли на кусочек бесплатного сыра. На Прохорова и на Явлинского. Потому что всем понятно, что Путин может себе позволить роскошь пригласить на выборы Прохорова. Небось, Чичваркина не пригласили. Вот приезжайте, дорогой Евгений из Англии. Ходорковского не выпустили. Вот, дорогой, мы вас обидели, Михаил Ходорковский. Пожалуйста, идите и баллотируйтесь в президенты. Вы же хотели. Мы перед вами очень извиняемся. ЮКОС отдаем. Почему-то ничего этого не сделали. Вот догадайтесь, почему они этого не сделали. Мне кажется, кто бы не выходил сейчас против Путина на честных выборах, победил бы Путин. Ему бояться нечего. Я не уверена, если бы не было легитимации коммунистических и фашистских сил. Каждый раз, когда мы с ними рядом становимся, мы включаем зеленый свет и говорим, это безопасно. Идите, переходите через улицу и гоним людей прямо под грузовик. А включать надо красный свет. Тогда не будет такого процента голосов и такой думы не будет. А у вас есть свой кандидат в президенты? Кого бы выбрали вы? Ну, откровенно говоря, я была бы спокойна из всех тех, кто был в политике когда-то. Я была бы спокойна, если бы в президенты баллотировался Владимир Буковский, Александр Подробинник, Константин Боровой, законченные западники, законченные антикоммунисты, законченные антифашисты. Но Касьянов и Немцов тоже сгодятся с оговорками, с условиями. Ну, во многом у них позиция поменялась от горя и бедствия. Они оказались слабыми людьми. Под Немцов ходил, говорят, со значком Миша в президенты. И как-то сказал, что можно и поддержать, если он поддержит все требования, если Прохоров поддержит все требования солидарности. Ну, требования солидарности, это еще не все, что мы должны требовать. Посмотрим, солидарности, во-первых, полно левых. Посмотрим, как Прохоров скажет, что он готов продолжать либеральные гайдаровские реформы. Посмотрим, что хорошего он скажет про 90-е годы, когда он сделал свое состояние. И главное, посмотрим, как он повторит то, что сказал на независимом телевидении Яковенко Борис Немцов, когда излагал свою президентскую программу, что он выведет войска из Абхазии и Южной Осетии, отменит признание независимости чужой территории, выведет войска из Приднестровья, перестанет кормить диктатора Лукашенко, что лозунг у него будет свобода, собственность, законность, что будет рыночная экономика, что не будет конфронтации с НАТО, а будет вступление в НАТО. Вот я посмотрю, как Прохоров все это скажет. 10-15 секунд остается. Не могу вас не спросить про группу «Война», которая 31-го числа сожгла автозак в Санкт-Петербурге. Это искусство? Что она сожгла? Автозак сожгла. Автозак? Да. А, купили и сожгли? Нет, чужой. Ну, лучше бы купили имущество все-таки. Конечно, автозаки надо сжечь. Это лучше. Мы только что говорили, что удальцов придерживаются какой-то неправильной идеологии. Купить, купить на свои деньги, вывезти в безопасное место, поставить канистры с водой, там мешки с песком, позвать журналистов, так, чтобы ничего не загорелось. И тогда это искусство? Нет, это не искусство, но это общественный протест. Это лучше, чем швыряться бутылками с мочой, простите. И это гораздо лучше, чем, не могу даже сказать, что они нарисовали на этом дворцовом мосту. Ну, красивый же. Нет. Петербург классический город. Город высокой культуры. Это не на мосту надо рисовать. Это не искусство, это неприлично. Я к КГБ отношусь гораздо хуже, чем глупая война. Но есть же другие методы протеста. Валерия Новодворская в программе «Особое мнение». Спасибо. Продолжение следует...